Каким бы был СССР, если бы Троцкий пришел к власти, а не Сталин? Маркос Агинес, аргентинский литератор, в своей книге «Молодой Лёва» высказывает мнение о влиянии Троцкого на историю. Если бы тезисы Троцкого преобладали над сталинскими, Европа пошла бы по иному пути. Однако Агинес идеализирует своего идола. Он восхищается прекрасным и идеалистическим молодым Троцким и верит, что этот революционер никогда не превратился бы в Сталина. В некоторой степени можно согласиться с Агинесом. Троцкий не испытывал культа личности, и для него такой подход был неприемлем. Это ясно из его высказываний о Ленине, которого общество превратило из революционного лидера в главу церковной иерархии и использовало его цитаты для ложных проповедей. В отличие от Сталина, Троцкий по-другому воспринимал роль индивидуумов в строящемся бесклассовом государстве большевиков. С самого начала советской власти Троцкий был заинтересован в психоаналитических экспериментах и теориях Фрейда с целью создания нового человека. Под его руководством был основан дом-лаборатория «Международная солидарность», где молодежь освобождалась от психологических комплексов. Важной частью этого процесса было исключение родителей. Троцкий предполагал, что коммуна должна заменить устаревшую семейную институцию, размывая границы между личным и общественным, будь то владение имуществом или человеческие чувства. Невозможно сказать, каким был бы советское общество, если бы все социальные эксперименты Троцкого не были прекращены. Субтитры создавал DimaTorzok